добрый день сегодня у нас замена а точнее изобретение нового фильтра на мопеде альфа значит вот такой фильтр я изготовил его можно поставить как вперед то есть изменить направление карбюратора и впускного трубопровода либо как моем случае он будет стоять заводском направлении именно в раму входить значит что побудило изобрести этот фильтр расскажу вам сейчас целую историю значит вот такой фильтрирующий элемент стоит внутри это колба которая сейчас идет бумажный элемент которую нужно сожмакать и установить внутрь рамы через вот это отверстие вот там будет заборник воздуха здесь вот этот патрубок изгибается и точно не попадает на карбюратор при этом всем капец приходит фильтру воздушному значит получается по из вращался немного и сделал вот такой корпус и вместе с ним фильтрирующий элемент чего он состоит и как сделан сейчас покажу значит потом для установки он зажимается хомутом для того чтобы он не держался просто на вот этом как он называется на вот этой пружине то есть он дополнительно фиксируется корпус хомутом карбюратор мы пока уберем сторону эта часть и сам фильтр изготовлен из корпуса фильтра старого частично из корпуса частично нового фильтра значит как он устроен внутри здесь на новом фильтре будет с резиночкой кусочек патрубочка он у меня обрезан и стоит сумму просто сюда идеально подходит к старому фильтру в корпус значит эта часть это задняя часть от фильтрирующего элемента немного обрезана в ней просверленные отверстия диаметром 8 миллиметров которых вполне 8 у 6 48 диаметр хватает потому что диаметр вот этого отверстия выпускного 32 миллиметра сейчас разберу и покажу как это все устроено внутри так смотрите здесь еще нужно будет обрезать но это вырезано у меня лично из старого корпуса фильтра резиночка для того чтобы более герметично уплотнить сам фильтрирующий элемент вот этот кусочек он отодвигается это вот эта часть от старого фильтра ну можно было от этого отрезать значит фильтрирующий элемент сам здесь находится как поролончик тряпочка в большинстве других мотопедов и служит он прекрасно его при диске нужно помыть и пожамкать в масле значит как он там внутри выглядит там он видите стоят хомутные стяжки для того чтобы этот патрубочек назад не уходил пробитые просто отверстие скажем насквозь пробиваешь отверточка и заводишь хомутную стяжку здесь тоже сделана стяжка для того чтобы сам фильтрирующий элемент не сползал при его установке то есть если посмотреть на свет просветов никаких нет все становится и работает прекрасно значит когда мы его установим устанавливается он тоже легко для обслуживания значит когда мы его установим внутри вот это основное отверстие она глушится то есть грубо говоря самим поролончиком это все здесь заглушивается это отверстие практически непродуваемое вот этим отверстием будет заходить воздух когда фильтрирующий элемент будет стоять в таком положении через эти отверстия возможно дождевую погоду будет стекать водичка уровень стекания водички намного ниже чем уровень самого карбюратора должно входа в карбюратор должно все работать прекрасно можно также как в прошлом видео взять установить сюда на место вот этой черной части но может кому-то и так понравится можно установить прозрачную из бутылки литровой часть бутылки то есть тоже отверстие 8 миллиметров то все надевается вот так опять же зафиксируется хомут он надевается достаточно плотно и герметично любой момент можно поменять если вас эта часть лопнула придем от то есть грубо говоря вот эта деталь практически вся то есть войлок и вот эта часть это сам фильтр из старого это из нового и кусочек патрубка что внутри из нового с резинкой то есть она плотная новенькая все остается прекрасно и работает прямо огонь ну как то так всем всех благ всего хорошего пока пока и удачи такой доработкой и и и и и и и и